здравствуйте рады мои а кто нам не рад тоже здравствуйте в этом видео хочу рассказать ответить на вопрос про пенсию тут меня посетитель от моего канала взял так написал такой комментарий вот выйду на пенсию делать будет нех и тоже буду писать сказы про тварей такой сарказм в этом видео хочу сказать 33 информации которые как бы сказать вот три вопрос таких вот три вам информация для пищи для размышлений первая информация а вы уверены что я и вы родные вообще выйдем на пенсию вы сто процентов уверены что завтра через неделю через месяц через год там или позже не выйдет новая реформа какая-нибудь которая может часть людей вообще не пойдет на пенсию часть людей или вообще никто не пойдет на пенсию или там через 100 лет пойдут только на пенсию вы в этом уверены сто процентов это первая информация вторая информация вчера я выпустил видео называется голубая кровь белая кость так пожаловались рады мы на я пожаловались или тут меня как называется предупреждение было выложено первое и короче видео это удалили за национальную вражду за там типа такого вот такой что там там что экстремизм куда что я там а там нет рады мои там просто сделал я потом посмотрел внимательно это видео там сделаю такую как бы ошибку тварями я называю рептилоидов этих как его инопланетян биороботов ну и так далее бездушных тварей ну и твари и тварями называю мне нравится твари слова а в этом видео голубая кровь я не сказал что это инопланетяне что это биороботы я просто говорил свыть чудил твари они правят нашим миром и так далее а подумайте рады мои вот пища такая ни один грузин ни один узбек бурят японец татарин русский француз там аборигены с австралии никто не подумал что я говорю про них я группа тварей но получается кто-то какая-то нас национальность подумала что я говорю про них понимаете экстремизм национальная вражда это что нет дыма без огня или что-то я не пойму я говорил про инопланетян кстати вот эти все инопланетяне биороботы рептилоиды и все остальное но не я же это придумал рады мои нам это впаривают официалы нам говорят что космос великий могучий миллиарды галактик миллиард вселенной бескрайне там а там все равно и сто процентов есть жизнь нам показ фильмы что завоеватели все остальное а что у вас сто процентов уверены что такого не произошло это вторая пишет решение во первых пишет что кто-то думаешь называть себя национальностью и думал что это я их оскорбил вот что самое страшное нет дыма без огня рады мои а третье это информация какая то же самое про пенсию вот смотрите вот есть страна германия рядом с нами после войны второй мировой великой отечественной там тоже много погибших было много всеми разбитых но там ни одного детского дома нет и не был германии нет я не знаю что детских садов не уверены у нас же есть детские сады детские дома странно странно и третье в германии и германии очень много у нас тоже есть в германии аж забита этими так называться до домами престарелых понимаете аж забита а теперь пища для кошельки подумайте есть страны стран дальше у которых никогда не было и нету пенсии нету детских домов нету детских садиков и никогда не было и не будет домов престарелых он кажется ну тоже как тут нет нет сейчас я вам объясню почему у них нет детских домов это первое пишет а второе что поймете а почему дома престарелых есть у них германии допустим на потому что у них пенсия то опять как у нас сделали максимальная и родители уже старые старые уже не могут работать уже не могут себя обслуживать а дети вынуждены еще молодые взрослые вынуждены работать так сделали система такая что они от зарплаты до зарплаты живут понимаете им никогда сидеть ухаживать за этими за дедами понимаете за родителями за престарелыми не вот где-то возможности поэтому бег в дом престарелых его смотрите вот эта система сделано что повторяю этими рептилоидами инопланетянами тварями хоть как называйте может кто-то даже обижается там не знаю я понимаю что это не грузин и не тоталин и не узбек какая-то тварь обижается что ты про нашел стали сказал да и не про национальность говорю родные про инопланетян эти твари сделали нам такую систему жизни такую жизненные условия именно на у них такого нету посмотрите рядышком рядом живут другие национальности других странах у них патриаре детских домов детских садов дома престарелых а у нас есть детский дом где если почему а потому что нас вынудили работать мы не можем наш вот что нам платят не можем сидеть и ухаживать если будет гроши гроши родной и мы вынуждены работать поймать и поэтому что произошло смотрите смотрите как там и на нам говорят семья это ячейка общества так говорят а фактически нам сделали так что у нас разъединяют разъединяют если детский сад зачем это детский детский дом это маршировать заставлять солдат делают это им там воспитатели что-то впихивают не семья впихивают а именно воспитатели с детства отучают от родителей родители от детей пенсия для чего сделано чтобы старик жил самостоятельно думать из самостоятельно не завися от детей понимаете и дизайн разбивают семьи разбили нам семьи германцам русским все остальным понимать смысл то разбили семьи у них же там где-то в азии допустим в азии или в африке у них семья старики жена с детьми дети учиться здесь все с детьми кто-то сирота родственники забрали понимаете смысл семья ячейка общества от у них а нас разрозди ли пенсии все вот представьте вот не было бы никогда у нас детских домов нескольких садиков и домов пристрелов никогда бы не было и мы вынуждены были бы и правительство это все повторяю вот эти вот существа инопланетяне вынуждены бы нам платить и все остальное поддерживать потому что это невозможно будут давали как у нас семья старики надо ухаживать а мне приходится на работу идти у меня дети не с кем оставить а я бы тоже на работу идти понимаете и у нас была бы семья семья а нас нам вот эти вот подачки вот эти все все фигню и мы разрозди на специально эти твари разбили вот эти три информации вам сказал до свидания раду мои вот такие чувствами лайки дизлайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал дальше еще что такое вестяло я расскажу до свидания раду мои